80 лет назад, в 1941 году, произошло важное событие в нашей истории объединения двух театров, оперного театра имени Станиславского и музыкального театра имени Немировича Данченко. В результате этого объединения возник нынешний Московский академический музыкальный театр имени народных артистов Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко. Именно этим объясняется такое длинное и сложно составное наше название. К этому событию открыта выставка, на которой представлены только подлинные экспонаты из коллекции театра, афиши премьер, рядовых спектаклей, эскизы, фотографии спектаклей, автографы. Практически каждая из них – это окошко в историю театра, это та линза, через которую можно увидеть очень важное и интересное событие. Среди эскизов, которые выставлены на нашей новой экспозиции, обращает на себя внимание один очень интересный по живописной технике, очень интересный по замыслу композиции. Это опера Регалетта, ленинградский художник Бобышев. Постановка, которую задумывала, начинал Станиславский, но не сумел ее закончить. Каменные стены из грубого тяжелого камня, зубцы на стенах, открытый двор, за столом сидят придворные, вокруг горят яркие огни, игра теней, игра бликов, атмосфера тяжелая, зловещая. Именно таким увидел первый акт оперы художник, и во многом это решение определялось тем, какой оперу видел Станиславский. Верди был не из тех композиторов, с которых начинали свою оперную реформу Станиславский и Немирович Данченко. Начало 1919 года, только-только создана оперная студия Большого театра под руководством Станиславского. Первое, что они готовят и первое, что они показывают, это фрагменты из двух опер Регалетта и Русалка. И дальше продолжается работа над Русалкой, идет работа над Евгением Онегиным, который станет манифестом Станиславского в оперном театре. Станиславский много ставит русской оперы, находя, естественно, своих единомышленников в лице Мусоргского, Римского-Корсакова. Брат Владимир Алексеев, который был лично знаком с Пучини, увлекает его музыкой Пучини. Станиславский оценивает эту драматургию. Верди остается на втором плане, как представитель такого оперного мейнстрима, с которым даже особо бороться не хочется. Немирович Данченко тоже начинает свои эксперименты, даже не с оперы, а с оперетты, с музыкальной драмы. Он интересуется западной оперой, интересуется операми современных композиторов. Только в 1934 году первая постановка музыки Верди на нашей сцене – это «Травиата», хит из хитов. Немирович Данченко очень необычно трактует травиату. Вместе с художником Вильямсом он решает пространство особым неоперным, может быть, даже ближе к концертному образом. Задник, который меняется на каждое действие. Три разные картины, три образа Венеции, три времени суток, три времени жизни героев. Перед этим задником две ложи, в которых сидят артисты хора. На авансцене несколько героев. Это Виолетта – актриса. Она не куртизанка в версии Немировича Данченко, не женщина легкого поведения, актриса. И она не болеет чахоткой, а кончает с собой, поскольку она отвергнута обществом. Общество итальянское, действие перенесено в Венецию. Текст, по сути дела, заново написан по-русски «Вера Инбер». И главные герои – Виолетта – актриса. Маркиз – отец, бывший отец-жерман, и Маркиз – сын в классической версии «Альфред». И появляется такая двойная перспектива. Пространство начинает решать эту оперу. Мы смотрим не только на героев, но смотрим и на хор, на общество, которое смотрит, в свою очередь, на героев, оценивая их. Сложная, достойная психологического театра, даже второй половины XX века конструкция, которая становится ключом к драматургии этой оперы. Потом Немирович Данченко берется за регалетта и даже, по сути дела, выпускает спектакль. В Москве он не шел. Он был показан на гастролях в Ленинграде, в нынешнем Декален Совета. Это не было особой удачей, не было принципиальной работой. И как раз параллельно версию «Регалетта» репетирует оперный театр Станиславского. Станиславский думал над этой постановкой довольно долго. В середине 30-х, в 35-м году он собирал режиссеров, с которыми планировал работать, обсуждал с ними. И тогда он как раз говорил, что эта опера осуждает власть. Конечно, он не имел в виду сталинизм, он не отличался склонностью к такой поверхностной внешней фронде, но не слышать дух времени, не учитывать этого, не ловить он не мог. Судя по всему, Станиславский успел провести всего 8 репетиций. Две из них записаны. Это тоже очень интересно. То, как он практически мыслит, то, как он развивает образы. Он, разговаривая с герцогом, говорит, что, по сути, вам надо сыграть целых 4 человека. В каждом акте герцог разный. Это избалованный мальчишка в первом действии, это влюбленный студент, которым он притворяется, и отчасти искренне им является во втором действии. Это, опять же, капризный мальчик, у которого отняли игрушку в третьем действии, и это такой представитель развратной богемы в четвертом. И тут же, как раз в репетициях этой оперы, Станиславский произносит фразу, которую он в той или иной форме повторяет раньше, когда вы играете злодея, ищите то место, где он благороден, когда вы играете доброго, ищите те моменты, когда он будет злым. Заканчивает выпускатель Регалетта по планам Станиславского, уже после его смерти, Павел Румянцев, и потом пишет книгу работы Станиславского над оперой Регалетта. Среди тех, кто работал над этой оперой, среди тех, кто вел репетиции, был Севел Мирхольд, в тот момент главный режиссер оперного театра Станиславского. Он успел увидеть эту премьеру. Часто пишут, что Мирхольд только выводил на сцену то, что придумал и сделал Станиславский. Это не совсем верно. В Российском архиве по литературе и искусству есть записи репетиции Мирхольда, и он дает очень тоже ценные и интересные советы артистам. После Мирхольда театр возглавляет Иосиф Туманов, который в 1980 году, много лет спустя, ставил церемонию закрытия Олимпиады, которую мы помним по «Улетающему в небо медведя». Весной 1941 года оперный театр Станиславского ставит бал «Маскарад» Верди. Это постановка Иосифа Туманова. Художник Кигель создает очень необычные, загадочные в чем-то даже эскизы, в которых ощущается близость катастроф. Самой яркой, самой интересно решенной сцены этого спектакля, судя по всему, является сцена у колдуньи Ульрики. И вот эти зловещие призраки, которые надвигаются на героев, пролетают где-то в небесах. Нельзя их воспринимать в отрыве от того, что нависло уже над Европой. Это была последняя премьера на нашей сцене перед началом Великой Отечественной войны. После военных годов Верди снова исчезает из горячего списка того, над чем работает театр. В 50-е годы здесь ставится «Сицилийская вечерня», в 80-е годы «Битвы при Линьяна», два довольно редких названия. Настоящим прорывом становится «Эрнани». 1994 год, заново родившийся театр, в который пришел режиссер Александр Титель, Владимир Арефьев оформляет этот спектакль. Дирижирует Вольф Горелик, замечательный оперный дирижер, по-настоящему влюбленный в оперу. И это первая «Золотая маска» театра, лучшая оперная постановка сезона. Спектакль, который вырастал и развивался со временем. Мне кажется, по-настоящему он достиг своего расцвета в начале 2000-х годов. Потом была первая в нашей истории постановка опера «Отелло», оперный дебют режиссера драматического театра Алексея Бородина. В 2000 году единственный в нашей истории балет на музыку Верди «Дама с камелиями». Дмитрий Брянцев отверг традицию балета не брать музыку оперы для постановки на тот же сюжет. По его заказу Владимир Корчагин сделал аранжировки мелодии из травиаты. По сути дела, это была балетная версия травиаты на музыку травиаты. Очень мало кто из хореографов на такое решался. Потом снова возвращается театр к операм. И в 21 веке мы добираем наш оперный репертуар. Сначала ставится травиата, потом Аида, «Сила судьбы», «Макбет» и снова «Отелло». Наша следующая премьера – это опера «Регалетта». Его ставит Владимир Панков, режиссер, который интересен своими экспериментами по гибридному театру, в котором сочетается музыка, слово, пластика, вместе со своими постоянными соавторами, художником Максимом Обрезковым, хореографом Екатериной Кисловой. Дирижирует Феликс Коробов, наш главный дирижер, с которым связаны все наши последние вердиевские постановки. И теперь в нашем репертуаре есть и довольно редкие названия верди, и практически все шедевры. Осталось разве что Трубадура, возможно, и до него когда-то дойдет история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова